Добрый день, уважаемые трейдеры! Я Анна Касаткина. Вы смотрите новости на канале Инстатв. Быстрая лошадь скоро устанет – пожалуй, самая подходящая фраза для характеристики динамики движения российской валюты. Несмотря на недавнее твердое противостояние конкурентам на международном валютном рынке, вчера рубль понес существенные потери, не сумев оказать отпор быкам как по доллару, так и по евро. Пара доллар-рубль впервые за три недели превысила отметку 65, закрывшись с повышением на 3%. Европейская валюта завершила торги на отметке 71,73 рубля. Одной из причин падения российского рубля, как считают экономисты, стала нефть, которая завершила американскую сессию с стремительным понижением, взяв сырьевые валюты в охапку и спустившись до минимума августа – 46,86 доллара на фоне очередного подтверждения перенасыщенности рынка нефтью. Вчерашний отчет американского института нефти вновь не смог порадовать трейдеров. Объемы запасов оказались выше прогнозных значений. Утром черное золото продолжило снижение, просев еще на 6 центов, но уже на открытии европейской сессии нефть марки Brent нашла силы для коррекции и поднялась выше уровня в 47 долларов. И все же основной силой, работающей против рубля, является ожидание инвесторами грядущего заседания Центробанка России, которое пройдет 30 октября. Несмотря на то, что большинство участников рынка рассчитывают на сохранение процентной ставки, которая сейчас составляет 11%, аналитики не исключают, что Банк России может ее понизить. Сегодня внимание рынка приковано к заседанию ФРС. Он по-прежнему ждет намеков на перспективы запуска цикла ужесточения США и от этого будет зависеть в дальнейшем судьба пары доллар-рубль. Ну а вы смотрели новости на канале Инстатв, всего вам доброго, увидимся позднее.